Следующий результат. 7.59. Ну, в общем, пока только еще начинаются. Еще только пять спортсменов выполнило свои попытки, так что мы еще увидим. А у нас второй, второй забег. И вот только что вы видели Хенрика. Якуб Халушин у нас был на экране, а теперь вот Ли Эммануэль. Да, Ли Эммануэль. Сильный очень британец. Также вот Мурат Амдуни. У него тоже очень высокий результат. 3.35.58. Ну, а Якуб Халушин, спортсмен, который, в общем-то, не раз преподносил сюрпризы. В прошлом году стал чемпионом Европы в беге на 1500 метров в помещении. Ну, что ж, посмотрим, насколько быстро будет этот. Этот забег на 1500 метров. Ну, пока спортсмены начинают, надо сказать про ветер на стадионе, что он, здесь погода ветреная, и нельзя сказать, что ветер дует все время стабильно в каком-то одном направлении. Он так порывами, вот, судя по прыгунам в длину, то он небольшой плюс, там плюс 1,2, то достаточно приличный минус. То есть, различные. Может повезти тебе в попытке, может нет. Ну, вот, Грего Рутерфорду все равно, судя по всему. Ну, 60,08 первые 400 метров. Чуть побыстрее, чем в первом забеге. Напомню, что три результата, которые могут дать право выйти в финал по времени. В первом забеге таковы 3,40,60, 3,41,75 и 3,42,08. То есть, результаты, в принципе, доступные. Все будет зависеть уже от ребят в этом забеге. Посмотрим сейчас, сколько будет на отметке уже 800 метров. В первом забеге было 2,01. Ну, первый круг-то был побыстрее. 800, видите, 2,03,27. Зря, ребята, зря, ребята, сбавили. И вот забеспокоились, стали прибавлять. Марк Алкало из Испании. Но очень плотная группа, потому что темпы бега не очень высокие. И вот Ли Эммануэль, британец, сейчас возглавил группу. Ну, вот Ли Эммануэль тоже стремится, чтобы показать и высокий результат, занять высокое место, потому что на чемпионате Великобритании только пятым был. И пока не поразил тренеров, чтобы его поставили в команду. Ну, вот уже пошел последний круг. Португалец Гомеш впереди. Ну, очень медленно по сравнению с первым забегом. 3,01,99. То есть надо и 40 секунд бежать, чтобы... Вообще, ускорение на 200 метров, да, я так понимаю. Они уже приближаются к отметке, к этой... Ну, вот, посмотрите, вышел сразу же уже Юркевич сейчас впереди. И Галуша на вторую позицию. Дмитрий Юркевич из Латвии. Очень молодец. Ну, вот, сумеет... Хватит ли его до конца? Подустала уже от этого рывка. Видите, обходит его один, другой уже в тройку не попадает. А Галуша, посмотрите, с каким отрывом чувствуется запас очень большой скорости. Уверена. 3,42, 26. Ну, только для Галуши и еще двух спортсменов этот забег был успешным с точки зрения попадания в финал. Потому что третий, шестой, точнее, результат в первом забеге у Тома Ланкашира 3,42, 0,8. А у Галуши, видите, хуже. То есть, никто из этого забега в финал по времени не попадает. Но Галуша произвел впечатление. Произвел, ничего не скажешь. Ну, да, очень уверенно, очень легко. Запас скорости на последней прямой. Да, посмотрим, что будет в финале. Надо сказать, что в секторе для прыжков высоту уже планка на отметке 193 сантиметра. Ну, пока, судя по результатам сезона в мире и в Европе, то это может уже быть решающим и медальным. Так что я как-то... Я не согласна с организаторами, которые в угоду забегам теряют, просто теряют финалы. Мне кажется, что это 1,93 м, наверное, все-таки будет мало для пьедестала-то, почета. Не знаю. Думаю, что... Тогда уже чемпионат Европы, он просто упадет в наших глазах, по-моему. Ну, прыжки высоты вообще без отсутствия российских спортсменок... Уже упали. Уже упали, да. Соревнуются не сильнейшие люди в Европе. Ну, вот видите, как любопытно сразу в микс-зоне с победителями забегов договариваются какие-то работники пресса, медиа-работники, о том, какие флеш-интервью, где можно дать. Ну, вот у нас тоже будет интервью, уже договорились. Кристина Швани все-таки пришла к Жанатану Эдвардсу. Согласилась.